Милосердный Божий, Творец неба и земли, мы сердечно благодарим Тебя и за этот день, сотворенный Тобою, что по милости Его мы увидели еще Твоей. И вот сегодня мы пришли в дом молитвы, в дом плача, где в наших друзей скорбь, разлука. Это разлука временная, Господи, поэтому Ты только можешь их утешить в этой разлуке и укрепить в надежде на ту встречу, Господи, которая будет в небесах со всеми святыми Твоими. Отошла наша сестра к Тебе, Господу, Любовь Ивановна. Она прожила недолгую жизнь, она была Твоим детем. Я благодарю Тебя, что ее дети, внуки, они в церкви, они служат Тебе. И вот сегодня мы собраны, Господи, чтобы разделить эту скорбь, временную скорбь с нашими друзьями. Поэтому Ты их утешь и благослови, чтобы они надежду возлагали на Тебя и на ту будущую встречу у Твоих ног. Благослови себе служение всех присутствующих, благослови. Благослови, братья, в слове, господи, песнопения, благослови. Духовой оркестр благослови, чтобы все это служило к Твоей славе. Мы просим Тебя, пребудь с нами. Кто спешит на это место, Господь с поспешностью и благослови, чтобы, друзья, могли прибыть сюда и поучаствовать в этом служении. Тебе, Тебе возносим славу, честь, хвалу и благодарение Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Номер 658. Мы будем петь «Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь». 658. Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, Сын и Дух Святой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, занимаем места сейчас, духовой будет участвовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Это Псалом 118-й, здесь такие слова, 89-й стиха, 3 стиха прочитаю. «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Друзья, определения Божие, они исходят из Его слов. Господь, Господь сказал и сделалось, по Его слову сотворены горы, по Его слову сотворены планеты, по Его слову появляется человеческая жизнь. Каждого в отдельности человека. По слову Господню мы уходим с этой земли. Наши близкие, когда-то и наш черед. Все по Его слову. И кто мы, что можем воспротивиться Его слову? Грешник противится Божьему слову. И это ужаснейшее состояние, в котором может пребывать человек. В той или иной мере, совершая грех или идя каким-то путем неверным, человек противится, становится противником Слову Божию. Это надо помнить. Мы сегодня собрались на служение похоронное. И оно всегда несет в себе траурный такой отпечаток – скорбь, разлука. Друзья, но пусть утешит Ваше Слово Господне, что было Его определение. По Его слову все совершилось. По Его слову, когда-то мы уйдем в лучшую жизнь, где уже пребывает наша сестра Любовь Ивановна. Поэтому воздадим хвалу Господу и пусть Господь благословит наше это короткое общение. Помолимся. Наш небесный любящий Отец, мы Тебя благодарим за то, что по Твоим определениям все стоит до ныне, ибо все служит Тебе, и жизнь наша, и смерть. Как наш приход в этот мир, так и уход, Господи, да будет имя благословенно Твое. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы в жизни нашей, сколько Ты отмерил каждому из нас, мы прославляли и благословляли великое имя Твое, Святого Вечного Бога нашего Отца, Сына Святого Духа. Аминь. 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 Избит от всех украшений венца. Как самое дерево жизни, Я буду счастлив без конца. Там поют садже слоя, Ожидают меня пред Христом. Там поют садже слоя, И мне скажут, и Бога прийдет. Ты, ваза, не украдь, не учащий, Как светит святожья леса. Свет солнца там будет неожид, Я буду счастлив без конца. Там поют садже слоя, Ожидают меня пред Христом. Там поют садже слоя, И мне скажут, и Бога прийдет. Стихотворение называется «Уходят матери». Уходят матери, наши матери от нас, Уходят потихонечку, на цыпочках, А мы спокойно спим, Едой насытившись, Не замечая этот страшный час. Уходят матери от нас не сразу, нет, Нам это только кажется, что сразу. Они уходят медленно и странно, Шагами маленькими по ступеням лет. Вдруг, спохватившись нервно, В кой-то год им отмечаем Шумно дни рождения, Но это запоздалое роденье Ни их, ни наши души Не спасет. Все удаляются они, Все удаляются, К ним тянется, Очнувшись ото сна. Но руки вдруг, А воздух ударяются, В нем выросла стеклянная стена. Мы опоздали, Пробил страшный час, Глядим мы со слезами, Потаенными, Как тихими суровыми колоннами Уходят наши матери от нас. Аминь. Пожалуйста, родственники, пение, Пока вы выходите. Я, друзья, Когда услышала, Что Любовь Ивановна отошла, Позвонил мужу, брату Александру, Говорю, как ушла Любовь Ивановна. Он говорит, что спокойно, Тихо отошла к Господу. Слава Господу, друзья, Что верующие уходят спокойно, тихо, Потому что имеют надежду На лучшую жизнь. Мы адреску скоро сменим, Покинем наш верхний дом, Мы в жизни так мало целей, Те, кто поплачет потом. Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Давайте любить сильнее, Дарить всем тепло любви, И дорожить лишь ею, Больше ее оценит. Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Если не любим ближних, Какая же нам цена, И пусть мы святые трижды, Но без любви и тьма, Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Давайте любить сильнее, Дарить им тепло любви, Что миром внести с неби, Не расставаясь с неби. Там, да, высший день, Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, за звездным туманом, Вечный, свет и любовь. Там, да, высший день, Мир и радость вполне, Там, да, высший день, Там, за звездным туманом, Родилась девочка Люба. Она была старшей в семье, В которой впоследствии Было семеро детей. Жили тогда в своем доме В центре города Волшебограда, Который после был переименован В город Луганск. Время было тяжелое, Послевоенное. В 17 лет Люба уже работала На швейной фабрике, Помогая родителям Содержать большую семью. Когда ей исполнилось 18, Смертельно заболел И вскоре умер ее отец. В то время в Луганске Еще не было церкви. Верующие собирались С небольшими группками по домам. В 19 лет Люба впервые попала На большое молодежное общение, Которое проходило в городе Ростове По случаю возвращения Одного брата из мест заключения. На этом общении Господь коснулся ее сердца, И она обратилась к нему В молитве покаяния. Из-за сильных гонений Всем покаявшимся В тот же день преподали крещение. В 20 лет Люба вышла замуж За Александра Балацкого. Брак состоялся 6 ноября, 1966 года. В браке у них родились Трое дочерей Алла, Лена и Ира. В 1967 году Они купили участок На окраине города Для строительства своего дома. А спустя 9 лет В 1976 Луганская церковь Приобрела дом Через дорогу от их дома, Который переоборудовали В дом молитвы. Часто они предоставляли Свой дом для братских общений Или музыкальных семинаров. В их доме проходили Детские рождественские вечера. Любовь Ивановна Всегда старалась быть полезной В поместной церкви. Активно участвовала В труде на кухне, Пекла хлеб на хлебопреломлении. Всегда отличалась Жертвенностью и трудолюбием. В сентябре 1998 года Они уехали в Америку. Здесь Также она всегда Принимала посильное участие В нуждах церкви. В 2005 году У Любовь Ивановны Случился инсульт, Который сильно подорвал Ее здоровье. А в 2008 году После повторного инсульта Она слегла И была прикована К постели Долгие 10 лет. Находясь в болезни Любила слушать записи Проповедей И собраний По местной церкви. Всегда радовалась Посещению братьев и сестер. Служители не раз Посещали ее, Совершали молитву И вечерю на дому. В последние дни Она плохо разговаривала, Но всегда Хоть кратко Молилась Богу И повторяла Я уже так устала Я хочу к Иисусу. 2 июня 2018 года Рано утром Любовь Ивановна Тихо и спокойно Отошла в вечность. Она ушла туда, Где больше не будет болезней, Горя, страданий. Ушла, чтобы навсегда Быть с Иисусом. Горя, страданий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Всегда, когда говорим мы о смерти, Мы провозглашаем, Что всякий верующий человек, Он переходит От смерти В жизнь. И как нетрудно нам расставаться, Дорогие друзья, На этой земле. Но мы понимаем, Что небеса Царства Небесного, Двери, Они открыты. Они открыты для тех, Чьи сердца вполне преданы Господу, Кто в этой жизни Встретился за Иисусом Христом, Принял Его, Как Своего личного спасителя. Это нас сегодня утешает. Пророк Иезекииль пишет такие слова В 34 главе 15 стихом. «Я буду пасти овец моих, И я буду покоить их, Говорит Господь Бог». Братья и сестры, Прекрасные слова, Слова обетования для всех верующих. Господь говорит, «Я буду покоить их». Как пастырь он будет пасти стадо свое, Анцев будет брать на руки И носить на груди своей. Прекраснейшее обетование, Дорогие братья и сестры, Для всех нас. Господь будет носить нас на своей груди. Я верю, глубоко верю, Что у Любовы Ивановны Пастырем был Иисус Христос. И сегодня, сейчас Она покоится у Его грудей. Один человек Дал такое завещание, Такую просьбу На одних похоронах Ко всем присутствующим. Такие слова. Они мне очень понравились. Я их запомнил На всю оставшуюся жизнь, Дорогие братья и сестры, И никогда не забуду. Я думаю, Вы о них слышали, Кто не слышал, Я напомню. Он сказал такие слова, Друзья, Давайте проживем так жизнь, Чтобы проповеднику Не пришлось на похоронах Об умишем Говорить неправды Или не говорить правды. И действительно, дорогие друзья, Прекрасные слова. Давайте так проживем, Чтоб на похоронах Говорили правду. А на похоронах, Как правило, Всегда говорят Хорошие о человеке. Если бывает даже И где-то мы где-то слышали О ком-то что-то нехорошее, Стараемся не говорить. Но, братья и сестры, Давайте так проживем жизнь. Что проповедник говорил, Хорошая. Это была прекрасная правда. Когда я узнал о смерти Любови Ивановны, Знаете, Сначала как бы затасковала сердце. Уныние. Но, братья и сестры, Потом я успокоился, Понимая, Что произошло. Что для Любови Ивановны Это лучше. Закончились страдания, Закончились мучения. И перешла в прекрасные Обители Божьи. Это намного лучше. Я хочу, Вспоминаю, Братья и сестры, Нашу жизнь. Дядя Саша, Муж Любови Ивановны, Это мой, Моей мамой родной брат. Мы 24 года прожили вместе В городе Луганске, Хата с хатой. 24 года. И было даже такое время, Что я жил в ихней хате. И там спал, И кушал, Жил. И хотя не было места, Они меня приняли в Ливенруме, Как по американских мерках, Уже не было комнаты, Но не приняли меня, Как сына. И я там жил. И, братья и сестры, Хочу сказать правду. Я не помню ни одного случая, Чтобы мы поскандарили, Или поссорились. Что-то такое было натянутое. Всегда была хорошая атмосфера. Я говорю правду. Насколько я помню, Я не помню что-то негативного. Я думаю, дорогие друзья, Это для нас всех сегодня. Хочу оставить такое прекрасное пожелание. Давайте так проживем жизнь, Что после смерти О нас говорили Только хорошее. А сегодня произошло то, Уже брат напомнил, То, что определил Бог. И проповедник Екклезиас В третьей главе Первый и второй стих Говорит такие слова. Всему свое время, Время всякой вещи под небом. Время рождаться, И время умирать, Время насаждать, И время вырывать посаженное. Я прекрасно понимаю, Дорогие друзья, Что мама, Папа, Муж, Жена и дети Это самое ценное, Что у нас есть На этой земле. Да, у нас есть еще что-то ценное, Но оно менее ценное. Это самое ценное, Что у нас есть. И, конечно, Нам чисто по-человечески Трудно расставаться. Но, братья и сестры, Слово Божье нас утешает, Потому что мы имеем Прекрасную надежду На встречу В небесах. Один верующий человек, Он молился так, Подобными словами, Говорит, Господи, Открой мне День моей смерти. Я так подумал, Братья и сестры, Какая-то странная молитва. Я так подумал, Я бы не хотел Знать День своей смерти. Друзья, Кто хотел бы знать День своей смерти? Поднимите руку. Кто хотел знать День своей смерти? Че хочет знать? Я, друзья, Не хотел. Почему? Потому что, Если бы еще знать, Что эта смерть будет Какая-то, Ну, хорошая, Спокойная, Ну, как бы еще ничего. Но, с другой стороны, Я понимаю, Если бы мы знали Наперед День своей смерти, Мы бы могли Поступить совсем неправильно. Мы бы могли сказать так, Вот я буду жить Своё удовольствие, Как мне хочется. А вот, Как разбойник, Совсем незадолго До своей смерти, Я покаюсь И приму Господа В своё сердце. Братья и сестры, Это лукавство. И я уверен, На основании Слова Божьего, Если кто-то так Рассчитывал бы И знал бы, С лукавым Бог бы поступил. По его лукавству. И поэтому, Дорогие друзья, Сегодня самое главное, Что нам живым Нужно в этой жизни? Нам нужно Приготовиться, Чтобы встретить Нашего Господа Иисуса Христа. Я не буду Всё перечислять, Что нам нужно Для того, Чтобы эти небесные обители, Они были открыты, Открыты для нас. Я, братья и сестры, Хочу одну мысль сказать, Очень главную, Очень важную. И в этой мысли Будет заключаться Всё, То, Что необходимо Нам здесь, На этой земле, Чтобы войти Эти прекрасные небеса. Послание к евреям В 11 главе, В 5 стихом Написаны Прекрасные слова Евреям 11, 5 Верою Енох Переселён был Так, Что не видел смерти, И не стало его, Потому что Бог Переселил его. Ибо прежде Переселения своего Получил он Свидетельство, Что угодил Богу. Я, братья и сестры, Не буду спрашивать, Я думаю, Что сегодня Каждый бы Согласился С этой мыслью И поднял бы руку, Кто хотел бы В конце своей жизни Перед смертью, Братья и сестры, Получить такое Свидетельство, Угодил Богу. Я думаю, Братья и сестры, Исключений нет. Каждый бы хотел Получить Такое Свидетельство. Я думаю, Братья и сестры, Пусть Бог Благословит нас Сегодня В этот Траурный Вечер, Когда мы Сожалеваем Я как-то Раньше Помню, Когда еще Жил в Украине, Маленькие Домомолитвы были И как бы Похорона Проходили Траурные Не в Доме Молитвы, Как сегодня Они проходили По маленьких Домах, Было тесно, Жарко И как-то Мы всегда Так называли Мы идем В Дом Плача Сегодня, Братья и сестры, Как бы Картина поменялась С одной стороны Я понимаю, Что это правильно Мы идем В Дом Утешения Какой плач, Братья и сестры, Если верующий человек Переходит в прекрасные Небесные обители Он переходит В лучшее место И мы Верующие люди Мы имеем надежду Мы имеем надежду На встречу И это нас утешает И подкрепляет И поэтому, Братья и сестры, Пусть Бог Благословит нас Чтобы прежде того, Когда мы переселимся Или Господь Придет Или закончится Наша жизнь На земле Мы получили В сердце своем Это прекрасное Свидетельство Господу Угодил Пусть Бог Благословит нас А Ему Пусть будет Вечная слава Аминь Однажды Христос пришел В дом Плача Вот Марфи и Марии Когда умер брат И Христос Говорит с ней Беседует Говорит Воскреснет брат твой Она говорит Знаю Что воскреснет Воскресение мертвых Почему? Потому что Христос Друзья, есть Жизнь И Он пришел И дал эту жизнь С тем, кто Уверил в Него Кто принял Эту жизнь Веришь ли Симон Говорит Если умрет А живет Мы недавно праздновали Праздник Воскресения Нашего Господа И Друзья Он дал надежду Всем Уверившим в Него Что мы воскреснем Не будет Наши тела Вечно покоятся В могилах Наступает Время И наступил Уже Христос Говорит Когда все Находящиеся В гробах Воскреснут Огни Для жизни Другие На вечное Поругание Постромление Поэтому Есть за гробом Жизненная Друзья Жизнь вечная Бесчета лет Тебя там Участь ждет Какая Об этом Думал ты Или нет И мы надеемся Что мы После смерти Будем С нашим Господом Мы сейчас Друзья Послушаем Пение Жизнь бежит Стремительной Рекою Юля и Марьяна Пожалуйста Жизнь бежит Стремительной Рекою Кто ее Способен Укротить Кто Способен Собственной Рукою Ни свои Хотя бы Нами Продлить Что Исплоть Моя Горь С земли Сухой Но Не плачу Я Не тоскую Нет Неблаз На смерть Над Моей Душой Иисус Моя Вечная Юность Если б я Христос Тебя Не встретил Кто Б меня Сейчас Утешить Мог Ты Единственный Мой Друг На свете Мой Господь Спаситель И мой Бог Что Есть плоть Моя Горь С земли Сухой Но Не плачу Я Не тоскую Нет Неблаз На смерть Над Моей Душой Иисус Моя Вечная Юность Иисус Белом Иисус Моя Иисус Ирина Иисус Белом Иисус Иисус Белом Иисус За любовь и милость без конца, что есть плоть моя, Пусть земли сухой, но не плачу я, не тоскую, Негде власть на смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юность, Что есть плоть моя, Пусть земли сухой, но не плачу я, Не тоскую, нет, не власть на смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юность. Семья Балатских, я приношу вам огромное заболевание. Также примите от моей мамы, она не смогла сегодня быть, Так как пару дней назад ей сделали операцию на сердце, Она говорит, не забудь передать большое соболезнование. В 1995 году я заключила завет с Господом вместе с Ириной, младшей ее дочкой. Это меня очень сблизило с Ириной и ее семьей. Тетя Люба была огромным благословением для меня в моем духовном формировании. Знаете, когда младенец рождается, чтобы он возрос здоровым и крепким, Необходима забота окружающих, так как он только начинает жить. Точно так же и в духовном росте. Когда человек отдает свою жизнь Господу, он младенец во Христе. И чтобы ему возрасти духовно здоровым, ему необходима забота и попечение окружающих. Одним из таких людей для меня стала тетя Люба. Она приняла меня такой, какой я была. Ее доброта, ее забота, особенно ее честность, помогли мне вырастить правильные ориентиры в жизни. Их дом был напротив молитвенного дома. И я часто забегала до и после собрания или какого-то общения. И тетя Люба с доброй душой предлагала забежать мне к ней на кухню и подкрепиться. От ее кулинарии, конечно, мне было трудно отказаться. Оглядываясь назад, я очень благодарна Богу, что в начале моего духовного формирования возле меня была тетя Люба. Она была большим подкреплением и направлением. То есть до встречи в небесах, тетя Люба. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Братья и сестры, много веков назад один из верхозаветных праведников Иов после череды утрат и горя, которое, как мы говорим, пришло в его дом после всех этих переживаний, после того, как Господь испытал его в 42 главе книги Евы, написано, что тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его. Я думаю, здесь в доме молитвы как раз и находятся вот все эти категории людей. Братья и сестры, и все прежние знакомые его, и что они делали? И написано, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его. Братья и сестры, мы здесь собрались для того, чтобы поскорбеть и чтобы утешить. Утешиться общей верой, как мы слышали, что жизнь христианина здесь на земле, она не заканчивается, она только начинается. Я хочу говорить о людях, отличных людях. Когда-то в книге про Липоменон в 9 главе 13 стихом написано, что была категория людей, которые служили Богу, и они были особенные, и о них так было написано, что это люди отличные в деле служения в доме Божьем. Вы знаете, мы в своей жизни встречаемся с разными людьми. Некоторых людей мы знаем несколько дней, некоторых знаем несколько месяцев, кого-то знаем несколько лет, кого-то 10 лет, а кого-то знаем многие годы. Братья и сестры, сестру Любу я знаю всю свою жизнь. Я ее знаю всю свою жизнь. Когда я родился, она уже жила. Ее сестры, они были моими ровесниками, и мы с ними ходили в собрания и посещали воскресную школу. Их сейчас здесь нет. Сестра Люба, она была мне как старшей сестрой. Вся моя молодость позже, с 1983 по 1989 год, когда семья нашего брата уехала в Америку, проходила на виду друг у друга. Мы стали соседями. Так получилось, что, как я уже буду говорить позже, сестра Люба, она отличный человек от других. Она очень заботилась о церкви и переживала. И вот она узнала, что рядом с молитвенным домом продается дом. И она моей маме сказала, что неплохо бы купить дом рядом с собранием, чтобы кто-то из верующих жил. У нас не было денег тогда. И по тем временам это была огромная сумма, 25 тысяч рублей. Это примерно 4 автомобиля с Жигули. И вот мы, не имея совершенно денег, мама как-то смогла занять эти деньги, и мы купили этот дом. И с тех пор я поселился, и 15 лет, вот моими соседями стали брат Александр Никитович и сестра Любовь Ивановна. Вы знаете, вот на этой улице Черноморской я прожил, и вот уже Виталик сказал, у меня стали самые добрые, самые хорошие воспоминания. Мы когда переселились сюда в Америку, я часто вспоминал и думал, вот как хорошо было там, там. Сейчас это уже забылось, потому что я уже здесь больше живу, чем прожил там, на этой улице. Когда мы жили рядом с молитвенным домом и напротив друг друга. Мы видели, кто из нас когда уходил на работу, кто когда приходил. После собрания мы всегда оставались последними, всегда стояли на улице, еще долго-долго разговаривали. Апостол Павел с силой и с Тимофеем прибыли первый раз на европейский континент. Это была колония Филиппы. И вот здесь, на европейской земле, они встретили женщин в Филиппах, которые были, скорее всего, празелитки. То есть, они приняли иудейство, скорее всего, у них были мужья, римляне, но мужей там не было, мужчин. И написано, что апостол Павел пришли на берег реки, где был по обыкновению дом молитвы. И он там нашел нескольких женщин, которые с ними и беседовали. И вот Девение апостолам, 16 главе, мы читаем так. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая по границею, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. «Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Братья и сестры, женщина Лидия – это первая европейка, которая обратилась к Господу. И она не просто обратилась к Богу. Она крестилась, не только она, и домашняя ее. И дальше смотрите, что она просила нас, просила служителей Божьих, что «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Вы знаете, это часто можно слышать. Люди говорят просто из уважения. «Ну, если будете в нашем городе, то можете проезжать, да? Ну, приезжайте, как бы проезжать». Об этой женщине написано, что она убедила их, и они действительно у нее и становились. И последний стих этой главы говорит, что после того, как апостолы пострадали, они вернулись в ее дом, и в ее доме братья находились. То есть, она предоставила дом свой для того, чтобы в ее доме была Церковь Божия. Мы прочитали, мы прослушали «Некролог». Я немножко больше помню, у сестры Любы был дедушка, я ее еще помню, такой высокий-высокий дедушка был. Он работал кузнецом, сильный такой был дедушка. Хорошая у них была семья, верующая семья. Это был глубоко верующий человек. И вот в этой семье была сестра Люба. Она, как и вот Лидия, которую я прочитал, которая первая обратилась на европейском континенте, вы знаете, она была очень общительным человеком. Она была открытая и отзывчивая. Я встречал верующих, которые, чтобы до них достучаться, нужно минут пять постоять возле калитки. Тебя проверят, откроют форточку, пройдешь фейс-контроль, потом скажут «Подождите», а потом они оденутся, и потом через пять минут выйдут. И вы знаете, к таким верующим никакого желания нет. Не только разговаривают. Даже проходишь мимо, думаешь, что это бесполезно. Вот об этой сестре я никогда такого не скажу. Когда мне нужно было что-то, я был еще молодой, я только начинал жизнь, мне было 23 года всего. У меня ничего не было. Я часто ходил в этот дом. К брату Александру Никитовичу, что-то там, то ли гвоздик, то ли шуруп, за каким-то советом, к сестре Любби по каким-то другим вопросам. Всегда этот дом был открытый, как и вот этой сестры Лидии. Она говорила, если вы признали меня верной, то войдите в мой дом. Братья и сестры, она была всегда чуткой к чужому горе. Всегда подходила у кого, какое было горе. В нашей семье, хотя мы там и немного прожили, два раза нас горе посещало. И она очень четко отзывалась. И с таким сочувствием, вы знаете, как вот я сказал, что вот как сестра была старше, так, наверное, оно и было. Я уже много лет иду за Господом, относительно, конечно, кто-то больше, конечно, меня, но я встречаю христиан, которые говорят, они, говорят, ну вот это они там братья, и вот мы тут. И я от нее такого слова никогда не слышал. Она всегда говорила нас. Вот у нас в церкви. Говорила, брат Павел, а вот нам нужно. Она не говорила, им нужно. Она говорила, братья и сестры, нам нужно. Помню, пришла гуманитарная помощь. И шубки такие хорошие. Ну, церковь большая, поделить шубки на всех не хватит, на всех сестер. А сестра Люба говорит, а давайте, знаете, мы что сделаем? Давайте, мы, говорит, братьям шапки пошьем. Хорошее предложение. Она вызвалась, и мы действительно не стали идти делить шубы, чтобы не было никаких разномыслей, разногласий. И вот она с соседкой своей пошили прекрасные шапки. И вот эту шапку, которую мне дали, была самая лучшая шапка в моей жизни. Да это у меня такой, знаете, были, то бобровый, хвост-то там, зайчик какая-то. А вот благодаря ее мудрости, вот такой предприимчивости, в ее голове всегда какие-то идеи генерировали. Она то дарит пекарню, давайте откроем. Тут какой-то кооператив надо с верующими. Я ее всегда убеждал. Говорю, сестра Люба, да с нами верующими. Хорошо чай твой копить, а вот работать не всегда получается. Но она все равно не унимала, всегда у нее были какие-то хорошие идеи. Гостеприимство. Сестра Лидия говорит, если вы признали меня верной, то войдите в дом. Вы знаете, братья и сестры, у нас прекрасный молитвенный дом. Мы все сюда приходим, здесь всегда чисто, убрано и очень все хорошо. Но в те времена молитвенных домов не так уж много было. Вот их дом, сестры, брата Александра Никитовича и сестры Любы, был одним из самых больших в нашем городе у верующих. И там часто очень проходили богослужения. И вот мы, то есть в церковь, приходили туда. Потом, когда у меня уже появился дом, я понял, что такое принимать людей. Кто из вас принимал людей, тот знает. Когда людей не пять человек, а их много, их сотни, приходят дети, и растет там малина. И после того, как прошло собрание, от малины только зеленые остались. А все съели. Мне одна сестра жаловалась. Брат Павел, ну вот для детей, говорит, берегла. Да, собрание закончилось, и все, ничего не осталось. А еще и мусор мы оставляем, и запах, и многое другое. Она всегда принимала. Братья и сестры, это подвиг. Если вы нашли меня верное, то войдите в дом мы. Я помню, в ее доме часто проходили братские. Со всей его области каждый месяц приходили туда. Приходили братья. Она служила, она готовила обеды. Я никогда не слышал ропота. Если вы нашли меня верную, то войдите в дом мой. Как уже брат сказал, хорошо, когда есть что вспомнить, и вспомнить хорошее. Есть выражение такое, что она любила Христа и церковь. Эти слова я бы смело мог сказать и о сестре Любови Ивановне. Она любила Христа и церковь. Как уже было сказано, готовила на кухне, на праздники, жатвы. Что-то там делала, солили помидоры, готовили арбузы, солили все это. И несмотря на то, что этот человек не был каким-то выдающимся, она не пела красиво в хоре. Она не была благовестницей. Она не проповедовала за кафедрой. Но вы понимаете, благодаря своему общению, соседку привела к Богу. И она стала членом церкви. Вот знаете, мы проповедники, живем, хорошо проповедуем, а от нас никто к Богу не приходит. А вот она к Богу смогла людей привести. Некоторые осуждают, нельзя с людьми разговаривать, это мирские люди. Она любила людей. Она им рассказывала. Она не стеснялась своей веры. Когда-то об Иоанне Крестителе такое было свидетельство. Многие пришли к Иисусу и сказали, и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. О сестре Любе я могу сказать, что не сотворила она чуда никакого. Но жизнь ее показывала, что она была христианка. Я думаю, что так как она приняла Иисуса Христа и церковь в свое сердце и в свой дом, то и Спаситель спокойно и с радостью принял ее в свои обители. Мы поем и гимн, как отрадно перейти туда без страданий. Без страданий. И вот я когда услышал, что легла спать и не проснулась, я думаю, какое счастье. Дни страданий ее здесь на земле закончились. Есть книга в Библии, не каноническая, она в нашей не записана. Там есть такой стих. Боящийся Господа, боящемуся Господа, благо будет напоследок. И в день смерти своей он получит благословение. Да поможет Господь каждому из нас еще живущих прожить так, чтобы в день смерти получить благословение. Аминь. Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 В жизни общался, жил, делился переживаниями, делился скорбями, все было вместе и было так хорошо, а теперь не стало самого любимого человека, как дальше жить. И тут ответ. Одна надежда на Господа, как уже сегодня подмечалось. Еще немножко пройдет времени, еще немножко и грядущий придет и не умедлит. Праведной верой жив будет. Праведной верой жив будет. И это время настанет, друзья. Может быть, кого-то завтра или послезавтра, кто-то уже стоит в очереди и рядом вот здесь, может быть, не станет, мы не знаем. А может быть, доживем до восхищения. А самое главное, самое важное для нас, чтобы быть готовы к встрече с нашим Господом. И когда читаешь вот этот 89-й Псалом, он здесь имеет немного стихов. И здесь открывается всемогущество Бога Творца, Его любовь и Его гнев к человечеству, тогда, когда человечество не покоряется в воле Божьей. И вот здесь Моисий говорит, не лет наших 70, а при большей крепости 80. И мы летим. А вот болезнь и труд, они посещают нас. Это действительно, это лучшая пора не от того, что нас это радует, от того, что вот в таких обстоятельствах мы становимся ближе к нашему Господу. Итак, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам пробрести сердце мудрое. Я вот рассуждал над этим стихом и думаю, вот как его правильно понять? Научи нас, да Господь нас учит. Каждый день, когда мы пробуждаемся от сна, видеть этот новый день и, прожив его, рассуждать над милостью Божьей. От погибели спасла меня милость Божья. Милости Господне вспоминай их каждый день, считай их, рассуждай. Прожил день, это милость Божья, что в Тебя еще дыхание жизни есть в груди. Над этим всем стоит великий и всемогущий Бог. И наша жизнь, она в Его руках. Итак, научи нас исчислять дни наши так, чтобы нам пробрести сердце мудрое. Быть мудрым – это прекрасное положение. Мудрость получить от Господа на то, чтобы, видя это время, проходящее, быстро текущее, определиться, насколько я ближе к моему Богу, насколько я Его люблю. Люблю Его заповеди, люблю Его Слово, люблю Церковь Божью и этим живу. Это блаженное состояние. И, как уже было сказано, что жизнь наша, она очень быстро проходит. И придет время, что всем нам нужно предстать явиться предсудилищем Христовым. А вот что там нам скажут? Над этим нужно сегодня рассуждать, покуда мы еще живы, покуда сердце наше еще бьется в груди. И Господь призывает нас к тому, чтобы нам иметь мудрое сердце. И в заключение хочу обратить внимание на послание Иакова, 3 глава, 17 и 18 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна миросердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Сестры любви уже нет, она у Господа. Водворилось во дворе его святое место, а мы еще на пути. И как важно, друзья, чтобы нам рассуждать над нашей жизнью. И в данном случае о мудром сердце. Это очень важно. Чистые сердцем они Бога узрят. И если в нашем сердце есть мудрость, сходящая свыше, и здесь перечисляются очень хорошие, добрые качества. И вот 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Жить в мире с Господом, жить в мире с друг другом, жить в мире в семье, жить в мире с церковью. Это блаженное состояние. Поэтому Слово Господне сегодня нас предупреждает о том, чтобы мы проверяли свое сердце. Исследовали свои пути. Правильно мы идем. Или, может быть, где-то уже немножко свернули с пути. Поэтому Слово Божие нас учит, чтобы мы держались Божьего пути, Божьих уставов, Божьих заповедей. И имели сердце мудрое. Таким образом, если мы будем находиться в таком прекрасном состоянии при лицах Господа, и если наша жизнь проявится, то мы водворимся у Господа. А Он скоро грядет за нами. Знаете, вот так вот часто рассуждают над временем, в котором мы живем. Тяжелое, трудное, переживания за народ Божий. Как-то хочется, чтобы мы были ближе к Господу. И думаем, что нас ожидает дальше, впереди, что ожидает наших детей, что ожидает наших внуков. И хочется сказать, ей гряди, Господи Иисусе, устали мы, правда устали, братья и сестры. Не от того, что мы духовно сильно ослабли, да, где-то и слабеем. А от того, что понимаешь или видишь эту обстановку страшное, тяжелое время мы живем. Ей гряди, Господи Иисусе, приди, возьми нас от земли. Как хорошо у тебя, там уже не будет ни скорби, ни плача, ни печали, ни болезней. Там будет блаженная радость. Господи нашим Иисусе Кресте. Друзья, не унывайте. Вся наша надежда и упование на нашего Господа. Мы сейчас помолимся. Мне хотелось бы, чтобы вы помолились Господу, поблагодарили за жену свою, что Бог давал вам силы нести этот крест. Также вот и дети, чтобы поблагодарили Господа, что у них мама была хорошая мама. Болела очень много, но молитвы Господь ее слышал. Я, знаете, уже где-то лет 15 родителей не имею. Молодыми они помирали. И как я чувствую, как чувствую сейчас, как бы недостает того, что хотелось бы, и то, что я испытывал тогда, когда были родители живы. Друзья мои дорогие, у кого еще родители живы? С одной и с другой стороны. Благодарите Господа, что они есть у вас, что есть кому молиться за вас, за ваши семьи. Ему слава, Ему честь и поклонение нашему Богу. Аминь. Помолимся. Папа и мамочка, Господи, мне было сердечно за нее. Благодарю, Господи, за то, что для меня она была добрым примером, за то, что для меня она очень много делала Божьим. Благодарю за все Тебя. Благодарю за то, что, Господи, она меня привела к Тебе, за то, что она меня водила в собрание, рассказывала о Тебе, Господи. И теперь я познала Тебя, Господи. Имею свою семью, Господи. Я также хочу быть, как она, добрым примером этой своей семьи. Господь дорогой, благодарю за все Благодарю за то, что ты перевзял ее к себе, Господи За то, что, Господи, она все безропотно переносила И славлю, благодарю тебя за это, Боже Я тебя очень прошу Помоги мне иметь сердце чистое, Господи Чтобы, когда придет и мой час, Господи Ты встретил меня и принял к себе Благодарю за все тебя, Аминь Отец Небесный, я также предстала при тобой в этот час И очень благодарна тебе за то, что могу находиться здесь, Господи Хочу от себя сердце поблагодарить тебя за то, что я росла в этой семье, Господи В семье, где были такие прекрасные родители и мама, Господи Но настал час, когда ты забрал маму, Господи Благодарю за то, что она была добрым примером для меня Учила меня много, Господи Помоги больше и больше быть похожей на нее, Господи И быть добрым примером для своих детей Господи, прошу Твоей милости Чтобы я могла иметь чистое сердце и встретиться с ней на небесах Услышь молитву мою, Аминь Боже праведный, Боже вечный Нет слов, чтобы отблагодарить тебя за ту любовь, которую ты являешь Ко всем живущим на земле, так же и ко мне, как к моей семье Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне такую жену, которая побуждала мне больше молиться, больше обращаться к Тебе и быть ближе к Тебе Господи, благодарю Тебя, что Ты сохранил веру нашу и веру моей жены до последних дней И что она в мире с Тобой отошла из Твоей небесной обители Это больше всего радует меня И я благодарю Тебя за это, Господи Благодарю Тебя, Господи, что Ты давал силы мне делать все то, что необходимо Чтобы облегчить страдания моей жены Ей пришлось трудно в последнее время, Господи Но Ты не посылал испытаний сверх сил В испытаниях, Господи, Ты даровал и силы, чтобы перенести эти испытания и оставаться верными Тебе до конца Слава Тебе, Господи, за это и благодарность И вот в этот день, когда друзья мои пришли, чтобы утешать нас Господи, я слышу много добрых слов о моей жене И это действительно правда и верно Что она очень много сделала для церкви И что могла, то делала, Господи Может быть, это и мало Но, Господи, Ты и мало замечаешь И даешь награду и за то малое слава И благодарность Тебе за это Господи, благодарю Тебя за это собрание За участие друзей моих В нашем утешении, в скорбях За слова Твои Слава Тебя, Господи, благодарность за все Отец и Сын Дух Святой Аминь Господи, мы благодарим Тебя, что в этом собрании Пред похороном звучит Твое Святое Слово Благая весть каждому присутствующему на всем месте Господи, как важно, чтобы нам обратить внимание на то, что мы здесь странники и пришельцы И придет наш черед, когда нам нужно будет уйти с этой земли Помоги и мне, и каждому из нас Приобрести сердце мудрое Благодарим Тебя за семейство Балацких За Александра Никитовича, Господи Что вот определенное время Они жили вместе с Любой, с женой своей И Ты давал силы, Господи, все необходимые И много сегодня было сказано добрых слов По отношению сестры Любы Она уже у Тебя, Господи Но прошу Тебя, чтобы Ты укрепил Александра Никитовича в следовании за Тобой У него тоже слабенькое здоровье Господи, поддержи его, чтобы он не унывал И я понимаю в том, что будет время, когда он будет особо скучать за ней Поэтому утешай его, укрепляй его Благостави и дочерей, и детей, и внуков, Господи Чтобы они тоже не унывали А положились на Тебя, Господа Святого и правильно Ты являйся утешением и поддержкой с каждого скорбящего Просим тебя за тех, которые также находятся в скорби и печали Поддержи таковых Благостави, Господи, каждого стоящего при лице Твоим Укрепи наши силы в следовании за Тобою Наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой Аминь Скоро-скоро придет наш Спаситель Вот уж время его настает Он возьмет нас тогда в ту обитель Где не будет ни слез, ни забор Там, за горизонтом, Родина нас ждет Там, за горизонтом, встретимся с Христом Там, за горизонтом, Родина нас ждет Там, за горизонтом, встретимся с Христом Ты ведь здесь только временный житель Дом твой там далеко в небесах Заберет всех своих наш Спаситель И останемся там навсегда Там, за горизонтом, Родина нас ждет Там, за горизонтом, встретимся с Христом Там, за горизонтом, встретимся с Христом Будет там вечной славой наполнен Каждый взгляд и все наши сердца Но в Христову обитель войдет тот Кто был верен ему до конца Там, за горизонтом, встретимся с Христом Там, за горизонтом, Родина нас ждет Там, за горизонтом, встретимся с Христом Субтитры создавал DimaTorzok Когда мамы умирают, дети в страхе замирают И не знают, как им дальше быть теперь Без нее родной на свете сиротеют сразу дети Кто с улыбкой открывать им будет дверь Мама, мамочка родная, не вернуть тебя я знаю Как же пусто в мире стало без тебя Лишь Отец Небесный знает, как тебя мне не хватает Он утешит, словно мать меня любя Мир иной ушла навеки Мама, ты где счастье реки Где разлуки нет, и горя нет, и слез Ты живешь, теперь я знаю В свете вечно мне страдая Дома ты теперь родная Где Христос Мама, мамочка родная, не вернуть тебя я знаю Как же пусто в мире стало без тебя Лишь Отец Небесный знает, как тебя мне не хватает Он утешит, словно мать меня любя Смерти я когда-то встречу И уйду Христу навстречу Чтобы быть с тобою, мама, в небесах И живу теперь надеждой Что с блестающей одеждой Буду славить Бога с песней на устах Мама, мамочка родная, не вернуть тебя я знаю Как же пусто в мире стало без тебя Лишь Отец Небесный знает, как тебя мне не хватает Он утешит, словно мать меня любя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok